Сегодня вместо в моей коллекции забронируют персона, которая входит в число весомых боссов. Наравне с позом острый, рослый, не кисло, орудует ножом острым. В общем, монстр с острова, без вопросов. За дорогой в нос и будь здоров, Остин. Нормально все? А? Нормально говорю все? Нет, ну конечно же все не так страшно. Его имя Рагнар Лобброк. Я постараюсь рассказать вам о нем, о его жизни и завоеваниях. Отталкиваясь от сюжетных событий, которые освещает сериал «Викинги». Викинги – народы-забоеватели, что 13 столетий назад жили на землях Норвегии, Дании, Исландии и множества других земель. Эти легендарные люди и истории жили в небольших разрозненных поселениях, в принципе, легко сравнимыми с другими народами того времени. Которые в поседневной жизни использовали незамысловатый образ ведения хозяйства, скотоводчества, земледелия, охоты и рыбальства. Имели свою, наполненную сагами и легендами о великих богах религию. Сказания о Хазалах Волгалы, где пируют великий Один и его братья Торин и Фрезер. Только храбрейшие и могучие воины могли после смерти присоединиться к богам, погибая в непрерывных битвах, сражаясь с врагами без страха перед риком смерти, с невиданным неистовством до последнего вздоха. Викингов объединяла несломимая вера в богов и каждый уважающий себя воин или воительница мечтали, пав в бою, быть избранными богами. Только тогда за душой воина, что отважно сражался, спускались асы и провожали душу воина к вратам Волгалы. Пройдя сквозь врата, духи воинов попадали в шатры Волгалы, на бесконечный пир, за одним столом, рядом с великими богами. Норвежцы славились своей воинственностью, но как единое государство с одними целями и объединенной казной, единым королем и единым могучим войском, Норвегии еще только предстояло стать. Конечно же, уже тогда успешно используя возможности кораблестроения, навигации, имея небольшие флоты суден, ярлы собирали своих воинов и промышляли набегами, застигая врасплох плохо защищенные поселения на востоке и на юго-востоке. Таким образом, лидеры племен старались заполучить легкую добычу, без больших потерь. Конечно, трофеев было немного, а порой и совсем скудно, что даже не могло покрыть стоимость вылазки вдоль восточных побережий, потому что там жили такие же бедняки, как и все остальные норвежцы. Но среди народов ходили слухи, легенды и сказания о далеких землях на западе. Земли эти наполнены невиданными богатствами, имеют обширность родющих земель, на которых вырастают прекрасные урожаи. Лишь отчаянные смельчаки, кое было немного, осмеливались отправиться в смертельно опасное плавание прямо на запад и рискнув не затеряться в бесконечных водах океана, попытать счастье найти удачу или сгинуть навеки. Но прошлое не уступает будущему и настоящему, наполненностью своими героями и героинями, что отважно совершали подвиги. В сериале с первой серии мы знакомимся с семьей персонажа, героя сегодняшнего видео Рагнара Лотбрека. Пока что простого, совсем не богатого, молодого землепашца, который неплохо сражается, умело применяя в бою и топор, и обоюдно острый меч со щитом. Он один из воинов Ярла Гарольдсона, лидера людей, что живут под его предводительством. У Рагнара есть молодая жена и двое детей. Есть своя небольшая ферма и наделы собственной земли, неподалеку от небольшого поселения Каттигат. Еще у Рагнара есть брат, великий воин Ролло. В первом же бою мы можем наблюдать, как братья по крови Рагнары и Ролло сражаются на поле битвы, усыпанном павшими, где против них выступают тяжело вооруженные враги. В этом бою Рагнару удается остаться в живых, более того, что не менее удачливо остаться невредимым. Одержав победу, братья возвращаются домой, где пережидает зиму, а с наступлением весны непременно снова собирается на вылазку. Предводитель поселения Каттигатта Ярлу устраивает пир после суда над преступниками, где созывает всех своих воинов на вылазку. И в этот раз Ярл ожидаемо говорит всем, что они будут держать курс на восток, не собираясь рисковать своими кораблями. Но Рагнар не согласен с этим, он уже давно мечтает попытать счастье и отправиться на запад, где по слухам земли наполнены несметными богатствами. Но чтобы добраться до них, нужно преодолеть гигантское открытое море, где легко погибнуть и пропасть. Не желая отправляться на восток, Рагнар вынашивает план на собственное путешествие, вопреки словам своего Ярла. И для этого втайне с помощью своего друга Флоки, непревзойденного строителя кораблей, изготавливает собственный корабль, способный выдержать ярость гигантских волн открытого океана. Чтобы правильно держать курс в открытых водах, Рагнар отыскивает новый способ навигации с помощью солнечного камня и обыкновенной деревянной дощечки, погруженной в воду. Несмотря на запрет Ярла, Рагнар собирает команду и все тех же воинов Ярла, которые осмелились рискнуть и отправиться в плавание на запад, навстречу опасным приключениям. Ко всеобщему удивлению, корабль искателей новых земель все-таки причаливает к берегам Англии, а если точнее, к одному из четырех тогдашних королевств Англии, Нартумбрии. Без каких-либо трудностей викинги разграбливают мужской монастырь с невооруженными монахами, живущими в нем. Монастырь заполненный золотом и серебром, которое так удачно переходит в руки команды Рагнара. С легкостью завладев сокровищами, корабль авантюристов во главе с Рагнаром возвращается домой, обретая там таким образом и славу, и сильного врага в лице Ярла. По прибытию Ярл отнимает у Рагнара его людей и корабль, и сокровища, добытые в опасном путешествии. Но дальновидный Рагнар непринужденно отдает все добытое и договаривается с Ярлом, а еще одной вылазки на запад, уже с благословением Ярла. В этот раз Рагнар намеревался напасть на город и завладеть всеми его богатствами, в чем ему снова улыбается удача и он добивается успеха. Но когда викинги тащили добычу к своему кораблю, на берегу их ждал отряд англичан, более многочисленный отряд хорошо вооруженных воинов. Викинги сразились с англичанами и почти без потери одержали победу, используя в бою стену щитов. В этот раз слава на бегах Рагнара разлетелась далеко по землям северных народов и такой расклад вещей совсем не понравился Ярлу Гарльцину. Хотя он и получил почти всю добычу, чтобы раз и навсегда избавиться от выскочки Рагнара, Ярл решил убить и его и всю его семью. Лишь чудом Рагнару и его семье удалось избежать смерти и скрыться от преследования. Пока люди Гаральцина искали Рагнара, он восстанавливался от тяжелого ранения, полученного при схватке. Когда Рагнар восстановил силы, он вызвал Ярла на смертельный поединок, чтобы разрешить конфликт раз и навсегда. Выйдя из поединка победителем, Рагнар по праву становится новым Ярлом поселения Каттигат. С этого момента уже ничего не стояло на его пути перед будущими легендарными свершениями. Собрав лучших воинов, новоиспеченный Ярл, Рагнар снова отправляется в Англию. Дракары викингов причаливают к берегам Нортумбрии, где на троне сидит король Элла. Люди короля не ожидали от диких северян такой хитрости и познаний тактики. Атаковав воинов короля Эллы под покровом темноты, викинги застегли их врасплох и с легкостью одержали победу. Захватив заложники брата короля Гарольда Этельвульфа, Рагнар попросил выкуп за него. Поначалу Элла согласился отдать огромную сумму в золоте и серебре, но расстаться с деньгами он не спешил, сначала предприняв атаку на лагерь викингов. Но победить англичанам не удалось. Тогда королю пришлось заплатить, чтобы заставить викингов уйти с его земель. На этом рассказ заканчивается, но история еще продолжится в будущем. А пока на этом все. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok